ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерно отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. Байден предупреждал Путина, что если его армия применит корейские баллистические ракеты большой дальности против Украины, ответ последует незамедлительно. Предупреждение было сделано в прошлом году. Кремлячмо не прислушалась. Получив ракеты от КНДР, рашисты тут же использовали их против Украины, что побудило администрацию Байдена дать зеленый свет новым ракетам большой дальности. В марте 100 единиц Атакимс были тайно переданы Украине в рамках пакета на 300 миллионов долларов. В начале прошлой недели это оружие было использовано для удара по аэродрому в Джанкое в Крыму. Белый дом не против, если удары будут наносить по объектам на территории Украины, что включает Крымский мост. Заместитель Шойгу Тимура Иванова подозревает в госизмене. Обвинение в получении взятки только ширма для публики. Об этом сообщили важные истории со ссылкой на источник. Его защитники уверяют, что никакой госизмены в деле нет. Иванова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере при проведении работ для нужд Минобороны. Иванов управлял всеми крупными военными стройками. Например, он занимался восстановлением оккупированного и разрушенного Мариуполя. А еще построил парк Патриот, космодром Восточный и храм Вооруженных сил. Ну и, конечно, активно воровал на этих стройках. Об этом мы рассказывали в своих расследованиях и показывали его роскошную жизнь. Вот, например, его семейная усадьба в Тверской области. На строительство потратили примерно 600 миллионов рублей. Обустройством дома занималась его бывшая жена, известная светская львица Светлана Маниович. Большая поклонница антиквариата и дорогих украшений. И она тоже могла стать фигуранткой этого дела. Связанные с силовиками каналы пишут, что родственники не могут с ней связаться. Известно также, что вместе с Ивановым арестовали его знакомого и делового партнера Сергея Бородина. Песков назвал спекуляцией слухи о возможной госизмене и призвал ориентироваться на официальную информацию. Хотя Пескову наверняка есть о чем рассказать, а не с Ивановым старые приятели. Именно так. Именно так. Иванов, Тимур Владимирович, мировое пресечение без заключения по стражу. Устанавливаем срок его содержания по стражу на 2-месячном суток, который до 23 июля 2024 года. Тимурчик, ты ли это? Я даже сразу как-то и не узнал. Слева Тимур в золоте и на троне. Справа Тимур в браслетах. И на скамье подсудимых. И срочное сообщение от Следственного комитета по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. У Екатерины Андреевой от вранья на Первом канале с каждым годом лицо съезжает все ниже и левее. Все дальше и дальше. Мать задержанного. Комментирует происходящее. Просто понимаешь, что у любого человека, занимающего какое-то положение, всегда есть очень много недоброжелателей. Понятно, что просто так это не делается. Но самое главное, тут что уже на эту тему говорить. Сейчас главное как-то из этой ситуации выйти, если это возможно. Он выйдет из этой ситуации через 15 лет. Строгого режима. Каких-то людей влиятельных, которые могут помочь править эту ситуацию только вот на этом. Самое главное, говорит мать коррупционера. Самое главное найти сейчас какой-нибудь вора побогаче, побольше. Занести ему часть награбленного, которое украл ее сын. Чтобы его выпустили на свободу. И он дальше воровал, как ни в чем не бывало. Друзья, с которыми он чаще общался, решили как бы, ну не знаю, потому что на всех есть. Почему именно сейчас вот решили вот это, ну... Воровали все. А посадили только моего Тимурчика. Мама считает это несправедливо. А вот это деловой партнер Иванова. Давний друг Сергей Бородин. С которым они проворачивали грязные делишки на пару. Постановил избрать обвиняемого Городину Сергея Владимировичу мерописечение в виде заключения под стражу. Установить срок его содержания под стражу на 2 месяца, 0 суток, то есть до 23 июня 2024 года. Ты смотри, как он в Бога-то сразу поверил. Вы посмотрите в эти глаза. Там веры в Бога. Больше, чем у Путина, Шойгу, Гундяева и Собянина вместе взятых. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. При наводнении в Оренбургской области погибли как минимум 8 человек. Число жертв выяснили журналисты. А вот официальные власти до сих пор не признают, что потоп привел к человеческим жертвам. Сегодня чиновники отчитывались Путину о выплатах для пострадавших от наводнения. Выяснилось, что в Оренбургской области деньги получили 46 тысяч человек. И это примерно 10% от поданных заявок. Губернатор Денис Паслер объяснил это тем, что за выплатами обращаются люди, чьи дома якобы не затоплены. Жители подают в связи с введением федерального ЧАЭС заявки абсолютно все, а не только в границах подтопленных территорий. Поэтому здесь вот эту информационную работу проводим и показываем, рассказываем, что могут подавать на эти выплаты те, кто реально был подтоплен. Поэтому вот здесь основная работа, которую сегодня проводим. При этом местные жители рассказывают, что даже те, чьи дома были фактически разрушены, не могут добиться положенных денег. А если и добиваются, их просто не хватает на ремонт домов. При чем здесь Россия-то? В генпрокуратуре уже выяснили, кто ответственен за наводнение. Виновным назначили Росгидромет и министра природных ресурсов Александр Козлова. От министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета в январе текущего года мной потребовано устранить нарушения. Однако принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными. Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких... Интересно, куда уходят деньги на систему прогнозирования опаводка? И почему такие наводнения повторяются в России каждый год? Потому что... Ну, потому что... Потому что потому... Тем временем более ста контрактников из Самары пожаловались на обман с военными выплатами. При подписании контракта им обещали единоразовую выплату от губернатора 150 тысяч рублей. Однако уже прямо перед отправкой на фронт подсунули новую редакцию контракта, где об этой выплате ничего не говорилось. Адули. Просто нагло обманули. Они обратились к местному депутату, который опубликовал эту историю, и список военных, закрыв их персональные данные. По его словам, расчет властей простой. Многие военные просто погибнут и будут молчать. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Джан Коя убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Субтитры создавал DimaTorzok